ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 упомяну. Кот Боба Марли там любили, но не знали больше нигде практически. Хотя они играли в Уэйлерс, я имею в виду, играли и в Америке, и в Англии. Но такая популярность была микроскопическая, и пластинки денег не приносили вообще никаких. Боба Марли приходилось ездить в Америку и зарабатывать деньги не музыкой совершенно, а работать на разных простых работах типа хаускипера. То есть убирать коттеджи, убирать гостиничные номера и разные другие работы он осваивал. Как и многие, на самом деле, черные и не черные музыканты. И не черных много таких было. В частности, там музыканты группы Judas Priest, когда записывали первые два альбома, абсолютно были без денег и работали на самых разных работах, чтобы подрабатывать и дюран-дюран, и много-много-много. Не все сразу пошли в студию записывать грандиозные полотна. Так вот, три альбома были так как бы хороши, и они были настоящий рэггей. Настоящий, который не очень хорошо воспринимается европейским и американским ухом белого человека. Ну, погрузиться в него можно, и тогда будет полный кайф. Но так, сначала эта музыка достаточно непривычная. Ну, Боб Марли и Уэллис продолжали целью стремленно двигаться вперед, и после одного из концертов в городе Лондон, Боб Марли оказался в студии главы компании Айланд Криса Блэквелла. Крис Блэквелл вообще много времени провел на Ямайке, он там жил, а в Англии основал компанию Айланд, замечательную, которая выпускала самых разных артистов, очень хороших, начиная там от Роберта Палмера и Спаркс, и кучу кого еще, Джона Кейла, много-много, ассортимент, огромный его Айланд. Вот, и Крис Блэквелл, поскольку любил регги, выпускал уже и раньше записи Боба Марли и Энда Уэйланд, но на сборниках. Пообщавшись непосредственно с Бобом, понял, что пора упускать полноценный большой альбом. Вручил Бобу Марли кучу денег, ну, небольшую кучку денег, и отправил его на Ямайку вместе с группой записывать первый альбом, который Крис Блэквелл решил выпустить на европейский и американский рынок. И группа записала на Ямайке очень быстро, за несколько дней записала материал для первого альбома, вот этого Catchafire, и записывали его практически вживую. Как они говорили потом, что, ну, мы взяли и сыграли в студии все, что хотели записать, сыграли, как сыграли, и все, и записали. И эти пленки Боб Марли привез в Лондон Крису Блэквеллу, Блэквелл послушал, сказал, что это офигенно, это будет круто, но надо немножко подработать. Боб, разрешишь мне немножко помудрить с этими записями? Боб говорит, конечно, конечно, Крис, мудри, главное, чтобы пластинка вышла. И она вышла, и она вышла, но не стала шедевром, не стала суперхитом. она продавалась хорошо, но такой крепкий середнячок, выше среднего немножко, не стала прорывным альбомом, тем не менее, люди в Европе и в Америке познакомились с музыкой Reggae, видоизмененной Крисом Блэквеллом, и, надо сказать, что такие коренные, настоящие, ортодоксальные Reggae-музыканты не очень хорошо относились к музыке Боба Марли, к этому альбому, и ко всем последующим, потому что музыка очень европеизирована, чем она и привлекла нас с вами, на самом деле, потому что мы начинали слушать Reggae именно с пластинок Боба Марли, а не с аутентичных Reggae-записей, которые немножко отличаются по музыке от того, что делал Марли, но, тем не менее, смирились и настоящие растафарианцы, и бледнолицые вроде нас слушатели полюбили эту музыку, потому что измененная она, неизмененная, дописаны там инструменты, не дописаны, не важно, все равно это Reggae, все равно это отличные песни, шикарные песни, и Боба Марли, конечно, один из плеяды самых замечательных авторов песен в музыке 20 века, я не буду говорить, там, лучшие, не лучшие, в десятке лучших, очень много хороших авторов, огромное количество, и вот в это количество входит, конечно, Боб Марли, ну, и состав группы всем известен, да, я просто читаю, чтобы не сбиться, не заговориться, не ляпнуть лишнего, Боб Марли, естественно, понятно, да, что гитара, вокал, автор песен, Питер Макинтош, он же Питер Тош, гитара, вокал, клавиши, перкуссия, Банни Ливингстон, Конги-Бонги, пение, и братья Барретт и Эштон, и Карлтон, бас, гитара и ударные, Эштон являлся музыкальным руководителем группы Уэллерс, поскольку он крутейший бас-гитарист, крутейший музыкант, и очень хорошо мыслящий человек в аранжировках, но, тем не менее, Блэквелл привлек Уэйна Перкинса, студийного гитариста, который и клавишника еще привлек одного, которого я не помню, как звали, можно посмотреть в интернете, найти там много-много статей про этот альбом есть, плюс вокальную группу привлек, и намудрил, 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 в общем, нельзя сказать, что от песен Боба Марли мало что осталось, осталось все, остался полный кайф, и осталось то, что играли на Ямайке эти парни у себя в студии в Кингстоне, но, тем не менее, Блэквелл европеизировал, как я уже говорил, эту штуку, и она стала понятной и прочитываемой бледнолицыми слушателями, особенно в России, воспитанными на Deep Purple и Юрая Хип, и пришлась по вкусу даже таким убитым меломаном Элисом Купером. Конкрет Джангл, первая вещь, начинается с четыре раза, вот эта вот гитарка, регио, читающая доли, потом пошла пульсация бочки, и начинается песня Конкрет Джангл, очень хорошая, в среднем темпе, вообще весь альбом в среднем темпе, такой и достаточно печальный, потому что музыканты-то жили в нищете, общались с такими же парнями, бедными, как они сами, и настроение у них, ощущение мира, было именно такое, в общем, парни нельзя сказать, что не высокого полета, а очень высокого полета, и сверху взирающие на то, что творится в мире, и как бедно живут на самом деле люди во всем мире, в подавляющем большинстве своем. Ну, Конкрет Джангл, вот та самая песня, которая настоящая регей, и наложена блестящая европейская соло, Уэйна Перкинса. Абсолютно роковое гитарное звучание, не роковое, жу-жу-жу с перегрузом, а чистый звук, подобработанный немножко, но манера абсолютно европейская, и эта штука, конечно, сразу становится конфеткой для европейского слушателя. Для нас с вами Конкрет Джангл, прекрасная песня. Слейф Драйвер, следующий номер, очень хорошая штука с наложенным органчик, кстати, и в Конкрет Джангл присутствует, склеивающий все вот это вот регги, такую структуру, разорванную немножко. А Слейф Драйвер замечательная вокальная гармония. Идет бэк-вокалы, и Питер Тош, и Марли поют отлично, просто очень красиво все. 400 лет for 100 years песня Питера Тоша, которую поет Питер Тош. Она достаточно, она, во-первых, сама по себе очень красивая, медленная, жесткая достаточно, достаточно. Но там вот эти клавиши, которые там туда приклеены, то есть сыграно сверху, они как будто взяты из библиотеки Moody Blues. Такой очень странный, ну, не странный, а такой клавесинообразный. синтезаторный звук клавишный. Очень неожиданно, очень неожиданно. Дальше идет Stop the Train, опять Питер Тош, и опять поет Питер Тош, и песня интересная очень, потому что она вроде начинается так бодренько, потом неожиданный такой провал динамики, куда-то уход в космос растафарианский, и потом опять возвращается в Stop the Train. Такой намудрили, будь здоров, там, короче говоря. Baby, we got date Rocket Baby, последняя песня на первой стороне. Тоже там слайд гитара присутствует, европейская, которая склеивает все полотно от начала до конца, звучит под всей регги истории, и привлекает наверное этим самым слайд европейским звуком, английским даже я бы сказал, европейскую аудиторию. Но хуже не делается от этого, очень кайфово все звучит. А вот единственная моя личная претензия, хотя мне очень нравится эта пластинка, вся, все песни здесь нравятся, но нельзя же не придраться к чему-то, правда? Вот я придираюсь к песне Stere it up на второе строение первое. Это очень личная песня Боба Марли, которую он написал в Америке, тоскуя по своей жене. В Америке, когда работал там на разных работах, его одолевала печаль, потому что надо зарабатывать деньги, денег нет, полный голяк, все плохо, жена там где-то далеко на Ямайке. И вот эта Stere it up, она такая личная, печальная и так туда всунута гитара Уэйна Перкинса с педалью Cry Baby, бесконечная квакушка от начала до конца и еще и соло длинное. Не знаю, не знаю, мне кажется, это как-то они сошлись, вода и камень, стихи и проза лед и пламень. Но, тем не менее, все, в общем, клеится, все очень даже хорошо. Kinky Reggae хорошая, бодрая штука и No More Trouble, конечно, блестящий номер, предпоследняя песня на второй стороне, очень сделана по-европейски, очень сделана, не сказать, чтобы модно, но очень понятно и очень, очень как-то по-роковому. Но при этом все сохранено, весь ямаикский дух, все Reggae, все сохранено. Но, каким-то чудесным образом, Blackwell превратил ее в такой европейский, крепкий, роковый, почти что, номер. Очень хорошая штука. Ну и длинная заключительная пьеса Midnight Reverse. Просто длинный, красивый Reggae номер. Очень хороший альбом. Catchy Fire. Обложка, кстати, была сделана только в 76-м году, потому что с косяком с таким не разрешили выпускать пластинку, а первая обложка была в виде зажигалки Zippo. Ну, нам-то какое до этого дело. Мы греемся, слушаем отличную музыку прекрасного музыканта Боба Марли. И будем слушать дальше, и я еще покажу и что-нибудь поговорю про остальные пластинки. Я пошел пить. Пока.